Ну кто знает, кто знал, объявления у всех на подъездах. У кого время было, где подошли, а кто не хочет, да. В общем, добрый день, меня зовут Зотов Пётр Михайлович, я являюсь здесь участковым. Я сплавляю, то есть должность участкового на данном участке я нахожусь 2014 года, с декабря месяца. Сейчас я вам отчитаю за 2016 год, что проводилось, какие преступления были на данном административном участке. Данный административный участок под номером 11. А у Дахи где у вас границы? Границы, границы, то есть вот этот микрорайон, весь переделки на ближайшие. А население на 2016 год? На 2016 год население в порядке 12 тысяч, которые зарегистрированы, да. То есть атака больше. В общем, данный обслуживающий участок, как я уже сказал, то есть под номером 11 расположен город Москва, поселение Внуковской, микрорайон переделки на ближайшие. На данной территории находится 46 жилых домов, из которых, то есть в данных домах проживает около 150 жителей этого пожилого возраста. Более тысячи человек это дети, то есть на летние дети. Также на территории, как вы уже знаете, есть школа 1788, которая расположена на автобусе 2028. То есть за прошедший 2016 год на территории микрорайона произошло 13 преступлений. Из них 4 тяжких, 3 особо тяжких. Это то есть кражи автотранспорта. Ну и непосредственно, то есть за 2016 год было раскрыто 6 преступлений. Это 158 часть 1, 3 факта. Это 119-я, угроза убийства. Также 160-я, часть 1-я, это присвоение растрата. 322-я, то есть незаконная миграция. Дальше привлечено к административной отрицательности 61 человек. Пост арте 14-1, это незаконная торговля. То есть вы все видели, на арту, введение, все лето продавали. То есть привлечено 25 человек. Дальше. Незаконная частная детективная или актанная деятельность, тоже привлечены люди. Также нарушение сроков при реинвестрации оружия. Дальше. Мелкое хулиганство. Два протокола было составлено. Раз в виде алкогольной продукции то же самое. Также вновь за рисковший период было осмотрено 750-е обращение и заявление граждан. Проведен профилактический обход более тысячи квартир. В ходе профилактического обхода жилого сектора выявлено 23 квартиры, дающие под наем, без оформления соответствующих документов. По всем нарушениям правил сдачи квартир под наем информация была передана налогными органами. Ребята, извините, пожалуйста, я сейчас правильно вас понял. В наем можно сдавать муниципальное жилье, которое тебе дается в наем. В случае, если это твое жилье, ты сдаешь его просто в коммерческий найм. Если в коммерческий найм и, как бы, собственник не платит за это налоги, налоговые службы обяжут у этого человека больше. То есть человек, получая прибыль же, все равно получает. То есть это коммерческий найм и не обезут в одном? Да. Также на профилактическом учете составят тысяч человек, которые осудены условно. Примерно каждый 12-й из жителей на тот момент полиция. В смысле? У нас население на 15 тысяч. Тысяча человек стоят в учете, как... Десять тысяч. Десять. А слишком? Бро! Слишком много! На территории административного участка проживает 49 владельцев гражданского оружия, по которым проведены беседы, также проведены акты, составленные, которые были переданы в лицензионно-раздрешительные системы. Также на территории систематически проводятся административные, то есть выявления административных правонарушений, связанных с незаконной миграцией. Также в целях 5-й день совершения, как бы, преимущественных предприятий, в первую очередь это наш квартир. В подъездах, как бы, информируется население, также на сайте есть мой номер, есть также номер дежурной части нашего отдела, межмуниципального отдела Московского. Где у нас ближайший опорный пункт? Здесь опорного пункта вообще нет. В Московском. В Московском. В среднем, насколько есть? Можно я у нас? Я. В Московске отсутствуют огромную территорию. Какие, примерно, размеры территории, которые отсутствуют московское отделение полиции? Шестнадцать килограмм гектара. Шестнадцать килограмм гектара. Сколько на данный момент пунктовых машин? Две или добавилось? Две машины. Две машины. Одна сломана. Один пункт в день и один пункт в день. Одна сломана, вторая будет начальник отделения. Точно, я понял? Нет, начальник отделения машин точно. Боро спатывается. Еще вопрос. Домя, это не вот, не галками желтых, она... То есть, это охранка какая-то? Это не район или это частная? Я не встречал него здесь. Это охрана. Это охрана, да, которую вот непосредственно ЧОП охраняет здесь в районе. Вот, может быть, нет. Но я еще не разумею. А почему вы не ставите вопрос перед административным, да? В компанию, чтобы надо делить в каком-то помещении, чтобы не на московский. Простите, ехать и, главное, попадать на прием. Где-то здесь, здесь живут люди обычно с детьми. Ну, вы понимаете, от меня это независимо. Ну, а что же здесь где-то помещение? Вот почему-то помещение не выделяют для коммерческих продаж. Открывают. А вот для такого дела вот здесь ничего не выделяют. А я все-таки вам объясню. Опять вы объясняете. Вы только не видите. Где-то термо их сдают. Какие проблемы? А у вас все вопросы, которые у участковых. А у участковых бы решал бы эти вопросы? Выделил бы себе где-нибудь... Сколько у вас обращений было за 16 минут? 750. 750. По два в день. Какой ваш график? График 5-2, но плавающий. 5-2 плавающий. Но у вас на каждый день, даже на выходной, было два обращения. Ну, участковый, может же дойти к начальству и сказать, вот какие проблемы. Поселение Внуковское. Эти вопросы не раз уже задавали. Значит, хорошо это. Уважаемые граждане, чтобы увеличить штат, это разделение. Это уровень, как минимум, главный. Вы понимаете, штат на расписание, передает коммунисты. Мы не однокражды управляли заявками. Какие управления внутренних дел, которые находятся в Союзе? Мы направляли заявки и депутатам собрания, и поселения Московские, и Внуково. Все знают наши проблемы. Мы сами все просто погрязли в этих заявлениях, сообщениях. Нарушение тишины. Различное. Понимаете? Мы бы рады сами увеличить этот штат, потому что мы... Вы, судя по группам, тоже сотрудник полиции. А вы представьте, пожалуйста. Меня зовут Рисова Елена Викторовна, да. Я сотрудник отдела полиции Московский, начальник штаба. Нам повезло, что нас от коммунарки обратно вернули на Московский, да? Было же время, помню, в коммунарку мы вообще относились. Ну, это когда реализация была. Можно вот сказать, что те, кто снимают и шумят, они обнаглели, они не чувствуют... Вот, милицию, они говорят, заявляйте, заявляйте. Я вам еще раз повторяю, когда я проводил обход, были выявлены 23 квартиры, которые также отправлялись на логовую службу. А, кстати, вот очень интересный вопрос, очень похожий на данную ситуацию, люди, которые вчетвером выламывали дверь на 12-м туре... Да, 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 по ним проводится как раз проверка. Вы явилили, что им грозит, для понимания. Административную проверку. А в каком размере штрафов? Штраф от меня не зависит, то есть от судя располагаю. Санкции от 300 до 500 рублей. Да и это должно быть уже... Скажите, если нельзя увеличить, Сташ, можно вешать в подъездах какие-то устрашающие объявления для тех, кто шумит по ночам, чтобы нельзя шумить по ночам. Вот, извините, люди, была мобильная дверь, разбили стекла и грозит 500 рублей штрафов. Устрашать они бумажками, которые учатся, не сломают. По нарушению тишины, процессы участковые даже не рассматривают эти заявления, понимают. Сейчас же есть закон, и это прерогатива администрации. Можжин инспекция! Можжин инспекция! Побали наконец-то данные. Администрация, демрежит, займутся в тупле штрафов. Кто же вот нас защитит? Все данные заявления отправляются в администрацию. В комиссию. По рассмотрению данных сообщений. Проводится экспертиза, да, вот если шум там приближается. Ну, хорошо, шумят, но участковые, там, патроны постановятся, нужно приезжать. Нет, не происшествие. Нет, тамбур закрыт. Откуда вы знаете? Ну, там что много. Тамбур закрыт, в той квартире, где шумят, да? То есть, ему никто не открывает. А как ему туда попасть, в квартиру? Ну, открою. Если созвонить. Ну, хозяин квартиры. А не убедиться, так провалить. Нет, подождите, так звоните насчет соседей сверху. Как попасть к соседям сверху, которые шумят? Вы же сказали, что шумят соседи сверху. У соседей сверху, тамбур закрыт. Как сотрудники полиции? А тамбур закрыт, как сотрудники полиции? И что дальше сделать? Ну, то есть, да, две машины, патроны постовой службы. Одна встала на сутки, давай созваниваться. Связалась с управляющей компанией, получила личные данные владельца, звонила. А как человек не продал на сутки? Да, ничего. А у нас паспортный режим сейчас достаточно угнанья. Вы вам объяснили, одна встала на сутки, а у вас врушение тишины. Поруговое убийство, либо же труп. Куда поедет патрон на постовой машине? Наверное, на труп. Ну, сегодня труп, а в следующую ночь, когда бы не будет труп приехать? Да. Ну, надо же, чтобы эти люди чувствуют работу милиции. Ну, вот, полиция, пока, рассмотрим. Ничего не боятся эти съемщики. Это просто как себя ведут в банкар. Они делают в банкар. Они ругаются на нас в банк. И штрафовали. Они говорят, что они ведут, что они едят. И начинают. Они жмели за такие деньги, чтобы до них ругалась. А вот хоть одно заявление на курение написали по честному? Мы не знаем, куда писали. По факту курения в подъезде. Вот человек говорит, что у него в подъезде пушит. Вам право поделения. Заявление не поступали, мы звонки были. У кого конкретные жалобы есть, у кого прямо вот нарушение тишины, но невозможно решить. Пожалуйста, адрес свой. Сейчас. Сейчас я скажу, я что-то, да? Чтобы посмотреть. Хорошо. Еще у кого какие вопросы? Простите, вот я опоздала, хотелось спросить, отчет свой закончен. Ну да. Все. А, теперь уже будет просто вопрос. Нет, походишься. Есть у вас вопросы? Конечно, есть. У меня вопрос относительно курения. Как соблюдается закон курения? Что очень важно? Трамп не пишет. Трамп выписывается. Хорошо. Каким образом? Всю процедуру, опишите, пожалуйста, последствия. Всю процедуру объясняю. У себя в подъезде, видите человека, фиксируете на телефон. Пишите заявление. Человек был, курил. Прихожу и протокол составлю. То есть вам еще надо еще выяснить, с какой квартирой, как его зовут? Вот в прошлом году был очень пожароопасный период. Наши жильцы курили в подъезде, несмотря на температуру 35 и выше градусов. А кто-нибудь вообще контролирует создание этой пожароопасной ситуации? Какие-то рейды может проводиться? Пальферсия, пожарная спектра, я не знаю. Тем не менее, вы можете мне ответить, сколько вы рейдов провели конкретно? Или какие меры воздействия на курильщиках, вами были осуществлены? По курильщикам на данном участке, я еще раз вам говорю, заявления не поступали. Звонки были. То есть я объясню так же, как вам. То есть как человека наказать. Люди так же звонят. Вот у нас в подъезде курят. Я говорю, ну зафиксируйте у тебя в телефоне. Фотографию распечатаем, напишите заявление, составим вот так. Вот сейчас я вам объясню ситуацию. Дело в том, что люди в возрасте, они все-таки не безразличны. Во-первых. Поэтому замечание пытались сделать. Я председатель совета ветеранов перед елки на пляжке. И вот мне постоянно говорят люди, ветераны, о том, как они пытаются воздействовать на собачников, на губильщиках, на прочих людей безобразных. Вот смажите мне то же самое, на собачников. В результате либо оскорбления, либо ждите, что у тебя там подстоят у дверей или как-то так. Идею молчить, вообще закрой рот, теряет или касается, либо демок. Так я не стою. Ваши меры воздействуют. Не имеют результата. Что можете сделать вы конкретно? Я еще раз вам объясню. Мы слышали противника. А там и фотографируем. Дальше что? А дальше что вы не заслушали? Как можно беспощадить? Чтобы вы не заслушали. По данной фотографии вместе с телефоном, вы можете подназначить. Кому это надо больше. И вот я лично считаю, чтобы не делать замечания. Ветераны, я сказала, вы не делаете. Вы не страдаете. И что? Потом были зрения писать на то, что вы пострадали. Вы вот задаете вопрос. Вы сами понимаете, как я могу доказать начать, что вы курите? Когда я обхожу данную инкультуру, конечно. Когда мы обзорим маршрую территорию, никто не курит? Конечно. Если бы я орицировал, я бы от них пройдю на этот протокол выписку. Вот вы сейчас увидите, извините меня, пожалуйста, пройдите по нашим этажам, и вы обязательно увидите на каждой площадке курильщиков, признавайте, что у нас есть карьерные печатки на стене. Банки, сосуды, которые рабочих, конечно, не убирали, выходят. У нас дом номер 10, это в каждом доме. Дом номер 19, что вы по маршруту, где на данный момент отслуживают три участника. Так, они по всему спорту, поэтому еще два. Вы здесь не рассказываете, а вы, как вы, как вы, скажите, как дальше жить тем людям, которые не живы, которые закон о закрытии курильщиков не нарушают. Почему у нас все делается для тех, кто курит? А где делается для тех, кто курит? А в подъездах? В подъездах нельзя к куритке. Да, я же что. Я еще раз вам говорю, если фиксируется, это можно что-то сделать. А если не фиксируется, как можно человека наказать? На каждой площадке люди знают, из какой квартиры курильщиков. Это что мы сейчас будем сообщать вам, для того, чтобы вставать с соседями из... А как вы хотите, чтобы я человека наказал? В полномочии. Какие? Вы уже не слышите себя. Если это фиксируется, это наказывается. А если это не фиксируется, ваши слова никуда не прикрючутся. Я говорю, ваши действия, а вы мне адресуете. Я понимаю, вам отдельно участвовую надо быть, с вами хотел, чтобы этот участвовый. Тогда вы, может, поймете, и будете благодарны МВД. Тогда от нас предложили, чтобы такие религи проводились, и мы вам... Вы все являлся, то есть, для вас? Раз в марта, раз в месяц. Не знаю, у людей, можно штрафовать? Телефон будет близко. Конечно. Вы чурналистов у вас. Все хорошо. Все хорошо. Выделим время и пройдемся. Спасибо. А вы только раз в году проводите? Раз в году. Чаще никак не нужно. А можно, пожалуйста, вас помимо участвуют? Возвращаться за вас, как вы говорите. Люди, да? Все, вы говорите. А фамилия? Бокшар. Бокшар, да? Бокшар. Бокшар. А вот Бокшар, у меня такой есть. Учитывая, что здесь вот этот негадарь, он прежде перейдет, обслуживает нас гастробактора, который здесь очень много. Ну скажите, есть какой-то надзор над ними? Надзор еще раз, я вам говорю. Если есть факты незаконные, то есть миграция, даже квартира или нарушение административного правонарушения по 18-8, то есть человек не имеет документов или не по местной регистрации, заставляется протокол, человек, то есть передается в суд, решает штраф и бакшар. А как будут такие регистрации? Здесь есть регистрация. Как нету, я все равно иногда проверяю, то есть когда хожу по этому счету. А точки регистрации вы знаете? Каждый человек, то есть проверяется, который доставляется в отдел полиции московских, проверяется по базе. То есть группа регистрация может быть поддельной. Человек через УФМН проверяется и там вся база находится. То есть приобретал регистрацию, это поддельная регистрация. Да, хорошо, мы сейчас обозначили, а что, мы говорим, что у вас задержаны, такие-то, такие-то, средних есть. То есть они нарушены законы, да? Конечно. И они так, по-другому, кстати, осуждены, и чем мне как-то есть. Привлечены к ответственности и отправлены домой, депортированы. А вот, они депортированы, а у них здесь есть 8, ну что, они здесь у них все, круговая порука. А меня волнует, потому что здесь вот, буквально на днях, они себя похоронили, когда они сидели с мячами, после выхода приехали на машине. Они тут организовали такую залпу, знаете, что людям литероваться. Вот я говорю, спрашиваю, от них сожжать, и другие появляются, от кухни. Как это будет? Вот именно. Лишние зарубежные. Лишние зарубежные. Да что, здесь что, помойка, что ли? Причем, москва, это помойка, что ли, для вас? Ну, для меня-то нет, я же, потому что гастрабайтер, ничего, они с нас, у нас, у нас, у нас, у нас. В Москве, они, по-моему, в каждом районе живут. Ну, да. Они такие же, такие же граждане. Значит, это город, которые не надо тебе натирать. Плохо натирать, допускать-то такие вещи. Задышать им на работу, еще куда-то. Они не боятся ничего. Вот именно, что они ничего не боятся. Они из себя бегут за хозяевом. Мы там себя чувствовали как защищенные милиции. Чего-то. Ну, если мы наступили, я бы не забывали. Реагировали там на звонки, на все, приезжали. А здесь все-таки строжные. Да не брошенные. Чего-нибудь, да, хорошие. Конечно, не брошенные. Конечно, не брошенные. Брошенные себя. Не все сразу трогает. Не все сразу разбивается. Брошенные ящики. Не все сразу обращаются. Мы будем направлять еще раз заявку, письмо, главку. Мы будем направлять еще раз заявку, письмо, главку. Мы будем направлять с приложением, с анализом. Такое количество жителей, домов, это невозможно. Они с невозможными, только по увеличиванию штата. Они отдыхаются на самом деле. Им даже нет времени лишний раз не помыть, потому что материалы все для ценностей. Скажите, а у вас отделение полиции открытой вакансии на достоинство? На участковую пособие. Нет, вообще, как доказать, пособие пособие, там люди, люди, вакансии свободны. У нас всего 113 человек, аттестованного состава. 113. Это действующие сотрудники полиции на достоинство? Нет, действующие по факту. По списку, конечно же, меньше, потому что у нас кто на больничных, кто в отпусках. Соответственно, люди же должны быть свободны. А свободны? 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 Ну, по участковым? По участковым. По участковым. По операм, по прочим вакансиям. По операм, по участковым. Там полный стимул, а у нас человек. Так, там один просто сейчас встанет. Переводится. Тоже порядка двух человек. У нас четыре человека в гостике лежат. Четыре человека. Встреча будет какой-то отчет писать? Отчет будет в средства классовой информации размещен. Нет, ну вот вы, своего начальника. И мы, конечно, будем все. Пожалуйста, укажите, что, например, жительница чувствует себя не защищенность. Мы вас понимаем прекрасно. Я такой же житель, как и вы, просто. Но просто мы, реально, сами, если бы мы хотели добавить в Бештат, мы бы его незамедлительно бы добавили. Но это не в нашей, просто, не в суде темы. Понимаете? В нашей лопатике. Если бы не хотеть, то можно ничего не делать. Если бы не хотеть, то можно хотя бы что-то писать. Мы на протяжении двух лет говорим о том, что нам нужно влечеть. Что читали эти нарушители тишины? Немножко боялись бы конкретно. Что же травма? По нарушениям тишины, я говорю, здесь я не знаю. Еще есть какие-то вопросы, уважаемые жители? У вас есть лифон? Пожалуйста, можете сейчас. Ну, чтобы доказать о том, что человек курил, его просто застали в момент. Да, он снялся на камеру, да, и выставали, а не... Да, и обратиться, потому что, если бы обратиться, а он уже не курит, то, показать, что он ничего не сможет. Вы к нему подойдите, пожалуйста. Если вопросов больше нет, уважаемые жители, или, пожалуйста, проголосуйте за Михайловича, согласны ли вы с его отчетами, согласны ли вы на то, чтобы он продолжал свою работу? А мне интересно, 119-я угроза убийством, она довелась до логического, которое, вы сказали, в 16-м году у вас было вами вознуждено, в том числе 119-я угроза убийства. Да, да, да. Чем закончилось? Ну, я о органах дознания вознужден. Я собирал материал и передал органам дознания. Вы садили? Нет, не поймали. Не поймали. Не разжал, не сбежал. А, Петр, уточните, а вот это угроза убийством, это никогда женщину выкинули с третьего этажа? А, ну, это не словесно, я понял. Вы... Нет, это же не словесно. А, ну, это... Случай, там, все. Да, нам тоже пришел в Ардена, выкинул из треки, да. Да, да, нам крипполы. Если мы не кушать, он будет, приехать, высканные, он уже уехал. Вот это хорошо, правда, когда-нибудь мы приехали, мы с полем. Больк просто 111, это обычно словесный, где угли? Да, это он словесный, мы с вами надеемся. Семь, если вы ... Да, скорее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...